Смотрели место, чтобы расширить, была возможность расширения, допустим, для каких-то более маленьких цистерн, под какие-то более концентрированные удобрения. Вот эта бетонная конструкция предусмотрена государством, как нормами, если вдруг одна цистерна выльется, чтобы она не убежала, не разлилась. В таких небольших емкостях хранят и гербициды, в том числе ловундап. Это у них такая заправочка. Это хранение химикатов. То есть в основном это гербициды разного типа, которые будут применяться на полях. Вот насчет химикатов, гербицидов. Кооператив закупает большой объем гербицидов и потом продает уже фермерам. То есть это выходит дешевле, потому что закрадывается сразу большой объем. Цена как на опке, да? Да, за счет оптимирования. Вот по этой трубе приходится даже к одобрению из тех систем, которые мы видели на улице. Вот в этом механизме оно подсчитывает, сколько галлонов идет за период времени. Смешивается прямо здесь, и здесь подсчитывается, какой объем выходит. Это просто заслонки, они открываются и закрываются, смотря с тем, что нужно сделать. И выходят на улицу уже в цистерну. Да, эти клапаны, они оперируются воздухом. Подача воздуха открывается и закрывается. Которые гербициды и фангициды вы имеете в виду? Ну, это 2.5 галл. Это граммоксом, это пара-клот. Классат гридиан, это ассирфакт, 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 ассирфакт. Это тоже имеет дрипп контроль супрессивный, я думаю, что это пара-клот. Вы можете получить 240 лб6, ассирфакт, 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 ассирфакт. Я имею в виду, что вы не знаете. Ум, да. У меня нет никакого. У меня нет никакого. У меня нет никакого. У меня нет никакого. Мы можем снять. У меня нет никакого. Тут у нас подогрева. Да. У меня тоже. У меня нет никакого. У меня нет никакого. И это подогревается шлифтифт на шпайер в мазке. Есть что-нибудь, может быть, из-за прошлого продукта, или когда его произошло от производства, но это интерфактуры в луксинс. Это местный шлифт, которые подогревают шлифт на шпайер в мазке. Это пахнет! Там кристаллизовался гербицид и позабивал форсунки. Поэтому мы их отложили, чтобы их не использовали. Это тоже миксы делаются, да? Нет, это контейнеры под глифосат. Вот это. Вот это. Для чего она? Да, просто уходим по месту. Просто уходим по месту. Просто уходим по месту. Рулись на кристалле и поднимем. На территории вот такая машина. Вот это. Вот. Вот. Да. Это установка для того, чтобы помыть лицо, глаза промыть, если оно попало вам в лицо, и вот... Это не для помыть, это для кемики в глаза. Еще одно помещение? Это пульт управления жидкими удобрениями. Вот здесь они вбивают какое удобрение и в каком количестве нужно, нажимают кнопку и она автоматически смешивается и выдает уже на улице. Вот там мы видим желтые цистерны стоят, вот примерно на таких цистернах приезжают фермы, фермеры сюда подъезжают. И заправляются. И после заправки система автоматически промывает себя, выдывает полностью все удобрение, чтобы ничего в трубах не оставалось. Все таким удобрением вот такой цистерна занимает 2-3 минуты. Это вот здесь место заправки, да? 600 галлонов в минуту жидкого удобрения. То есть на всем комплексе хранения зерна и хранения удобрений и смешивания работает всего 6 человек. Вот здесь стоит опрыскиватель и цистерна подвоза жидкости. То есть у большинства фермеров есть свои опрыскиватели, но у кого нету предоставляют услугу по внесению жидких удобрений и по опрыскиванию. Сколько стоит опрыскиватель? Сколько стоит опрыскиватель? 5 долларов в акр, 5 долларов на акр. Сколько стоит опрыскиватель? Сколько стоит опрыскиватель? В основном маленькие фермеры малоземли нанимают у нас, а у крупных фермеров есть свои опрыскиватели. Сколько стоит опрыскиватель? 200, it's per machine hour, not acre. So it's usually about $230 per hour that you use the machine. 230 долларов за час, используя машину, у них не по аграм, а полчаса. I harvest everything myself. У Райана всего один комбайн, и он сам лично убирает все свои посевы. So it's a fairly large combine, and when it's time to cut crops, we're going long, long hours. It's a large waste-производительный комбайн, and when it's time to cut crops, we're going long, long hours. But for us, it's more efficient having one big machine than having two smaller ones and having to have additional people. For us, it's easier to have one large waste-производительный комбайн than two mini-производители. And for this, we need to take additional jobs. Hey, can you do me a favor? Why are you serious? Out of the shed, it's all that water and pop. Can you do what? Some water in one cooler, and some of them pop in the other cooler. So it's a couple bags of ice on it. Okay. Yeah, there's two bags in our house freezer and two bags out in the garage freezer. Just probably put one bag in it. One full of water and one full of pop. And just leave them there in the shed. But the part of the group is going to make it from Dallas here in an hour or so. So I thought she'd get some water on it. I didn't know they were gonna get here. So... No, I already texted her that. So... Okay, it's fine. Let her sleep. Just get the water in. This is a modern sprayer. How do you feel? I need to adjust it, so it was higher. Well, it's regulated. Actually, the cabin is very big, right? No, the cabin is big, a reviewer. The windows are all good. It's all good. We got one... The most important thing is the quality of the equipment. Yeah. 800-1000 acres per day. 10-12 hours. 10-12 hours. 10-12 hours. And get more fertilizer or water or whatever. And then take it to the sprayer, wherever it's at. So you can mix your herbicides? Yes. Uh-huh. Fertilizer? Yup. And then it'll go directly into the sprayer ready to go. 10-12 hours. 10-12 hours. Well, when we put it onto the truck, we'll suck it out of these here as we're pulling the water. No, it doesn't ever go into the tank. You just go straight out of these into the spray rig. We'll hook on. We'll have the hook on here or there in the very front. What is the warning on this number? This is 1,200 gallons. 3,000 gallons. This one is... 3,000 gallons. And this one? 1,200 gallons. This one is 1,200 gallons. Fill the sprayer twice. And then the water is called. 4,000 gallons. And the water is really tight. Well, there's... It should be really precise. Yeah. On here there's gallon markers on the sides here. And that's what they go off. Most of the chemicals color. So it's in their... Leveres here that opened the valve. And here there's gallon markers on the sides here and that's what they go off. Beres here that open the valves. удобрения фунгициды все вот в эти бочки так они намечены по галлоном они отмеряют визуально они обычно цветные и заправляют на бочку сколько нужно отмеряют а уже в самом опрыскивании она смешивается с по дороге смешивается и уже дельно загружаются и гербицины отдельно вода вместе она с потоком воды уходит да но я думал что они здесь смешиваются они смешиваются уже уже в цистерне чистая вода очень интересный кооператив яркий пример того как фермеры могут объединившись более эффективно решают свои проблемы хранение зерна снабжение и внесение химикатов удобрений это есть это то чему можно поучиться как быть более эффективными каждый в отдельности и все вместе возможности очень разные закрыть эту ломку чтобы газ не вылетел как бы это безводный омяк который относится специальным оборудованием специальным ножом лапан который когда она полная мы его открываем и жидкость если пошла это значит что это очень холодно и обмораживает пальцы то есть используется даже в холодильных комнатах для обморажения это работает при традиционной оборудовании в основном это делается до посева но можно и в широкорядных посевах это работает при традиционной оборудовании но он на учитывал и даст ворк информация в случае аварии кому звонить что интересно прям среди позиции сделали ну так и делается делается чтобы все и было близко подъехать разумеется что нет заборок нету нет необходимости